Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск и новый автомобиль. Это Mitsubishi Outlander XL. У нас это 2012 год, объем двигателя 2.4, 170 лошадиных сил. Этот автомобиль у нас на пару дней. Попытаюсь снять что-нибудь интересное, рассказать про машину. В общем, смотрим. Mitsubishi Outlander XL это модель второго поколения Outlander, первое поколение которого производится с 2001 года. Премьера второй генерации состоялась весной 2006 года. У нас рестайлинговая версия кроссовера XL, премьера которой была представлена осенью 2009 года. Среди дизайнерских нововведений выделим радиаторную решетку в стиле реактивных истребителей. Также машина получила адаптивные ксеноновые фары, усовершенствованный облегченный капот и передний бампер. В салоне водителя ждет новое многофункциональное рулевое колесо, новые материалы обшивки и система запуска мотора без ключа. Итак, первое, что мы видим, когда садимся в автомобиль, это вот эти лепестки переключения скоростей. Выполнены они из алюминия, но на первый взгляд кажется, что они пластмассовые. На самом деле расположены они очень удобно и создается впечатление, как будто ты едешь на спортивном автомобиле, когда ты ими пользуешься, переключаешь. Ход у лепестка довольно короткий, сам по себе он достаточно длинный, поэтому очень удобно им пользоваться. Сразу чувствуется удобная посадка, само по себе удобное кресло с валиком под спину, поднимается в нескольких положениях. Сидеть очень удобно, даже человеку с маленьким ростом будет удобно сидеть. Отлично все просматривается, сидишь высоко, видишь далеко, огромные информативные зеркала, тоже все в них очень хорошо видно. Зеркало заднего вида тоже отлично просматривается. Так, начнем слева направо. Здесь у блок управления стеклоподъемниками, соответственно регулировка зеркал, складывание зеркал, блокировка стекол. Здесь у нас антибукс, такая ниша, можно такие чеки складывать под стаканчик, тоже удобно, когда едешь на дальнее расстояние, поставил стаканчик с кофе и он у тебя всегда под рукой. Кнопочка информации, но это мы потом заведем, да, в принципе и сейчас все видно. Здесь пробег ДТО, так дальше у нас там регулировка механическая руля, соответственно здесь свет, туманки, дворники, лепесточки удобные, про которые я говорил. Также управление музыкой, громкость, переключение между радио, флешкой и все прочее. Можно говорить по телефону, подключить телефон. Здесь мультимедиа Mitsubishi, крутилочки климат-контроля, температура, скорость и регулировка положения. Рычаг переключения скоростей, здесь у нас такая шайба переключения с двух ведущих колес на 4, ручник, подстаканнички. Опять же удобный подлокотничек, приятный на ощупь. Ухоженный, с маленьким таким отделом и с большим. Туда вставляется флешка, там сейчас зарядка. Также можно розеточку использовать и такие выхода, видео выхода. Можно подключать мультимедиа, телевизор. Также он двигается вперед-назад, что тоже очень удобно, когда едешь. Рука расслаблена, можно положить и все удобно. Здесь у нас сам бардачок, ну там всякий хлам, бумажки. Здесь тоже такая ниша, полочка. Здесь у нас сервисная книжка, всякая документация на автомобиль лежит. Также его можно использовать как холодильник. с помощью вот этой картиночки. Складываем обратно. А еще забыл сказать, что у нас эти пищалочки стоят, в зеркалах стоят. Кстати, очень удобно, можно не сразу их заметить, но довольно симпатично их здесь сделали. Мне кажется, лучше, чем если бы они были здесь. Здесь у нас подочечник, свет, козыречки с подсветкой как для водителя, так и для пассажира. Водительское сидение регулируется у нас вверх-вниз, вперед-назад и, соответственно, спинка. Сидение очень комфортное. Эта комплектация у нас с кожными сидениями. Здесь расположен такой как бы валик, который поддерживает спину. Для меня посадка вообще очень удобна. Что касается заднего ряда сидений, на мой взгляд, здесь все просто шикарно. Помимо того, что сидение сами по себе тоже очень удобное, здесь мы можем с помощью вот этого рычага регулировать спинку наклона. Также сидение можно двигать вперед-назад. Здесь у нас тоже такой скрытый рычажок находится. Одной руку вряд ли получится. Вот таким образом мы можем двигать сидение. То есть вот по сравнению с той половинкой вот настолько. Расположившись на заднем ряду мы получаем вот такой обзор. Хотя для задних пассажиров, наверное, не всегда интересно, что там у нас происходит впереди, но тем не менее наблюдать очень удобно. Сижу сейчас за собой, метр восемьдесят четыре. Расстояние до переднего сидения еще огромное. Поэтому дальнее расстояние можно преодолевать без усталости задним пассажирам. Также здесь вот такой подлокотничек, подстаканники. Едешь и наслаждаешься дорогой. В общем, задний ряд сидений очень впечатляет. Сидеть здесь одно удовольствие, удобно, комфортно. Сейчас попробуем его сложить и посмотрим, что из этого выйдет. Итак, ребята, перемещаемся назад, открываем багажник, смотрим, что у нас здесь. Сразу откинем вот эту нижнюю крышку. Напомню, что запаска у нас расположена внизу, как вы можете наблюдать. То есть здесь под ковриком у нас просто ровный пол. Складываем шторочку. Смотрим, здесь у нас такие ниши. Можно складывать какие-нибудь инструменты или канистры. Здесь у нас домкрат-баллонник, розеточка на 12 вольт. Так, сейчас я закрою нижнюю крышку в обратное положение. Нам нужно снять эту шторку. Снимается она очень просто. Так, надавливаем. Опускаем ее вниз. Так, сейчас будем складывать задний ряд сидений. Делается это у нас таким образом. Здесь есть такие рычажки. Слева и справа. Просто нажимаем его на себя и смотрим. Ух ты! Так, там у нас под сидением не совсем чисто, поэтому не буду снимать. Половинка эта. Отпускаем сиденье. Здесь одной рукой. Вот так. Все очень просто. Справится даже ребенок, наверное. И, соответственно, рычагом регулируем спинку наклона в положении, в котором она находилась. Так же и со второй половинкой. После возвращения в прежнее положение сиденье, которое у нас 60%, оно вот настолько отъезжает вперед. Ну, мы с помощью рычага возвращаем его обратно. Вернули полку в обычное положение. Все красиво, ничего лишнего. Уезжаем на трассу. Сразу у нас чувствуются все вот эти мелкие стыки. Все-таки здесь 18-е колеса, поэтому не без этого. Ну и если для себя брать этот автомобиль, то в любом случае я бы сделал полную шумоизоляцию, потому что все-таки дорогу слышно. Как минимум пол и арки обязательно нужно сделать. В общем, несколько резюмируя, хочу сказать плюсы автомобиля. Это, конечно, высокий клиренс, 18-е колеса, высокая посадка, отличный обзор. Посадка водителя удобная. Задний ряд сидений, также посадка, так как складываются задние сидения. Сейчас цена на такой автомобиль в Молдайском крае это 2012 год. В районе миллиона он будет стоить сейчас. 1900 миллион можно купить. Из минусов за тот день, что я катался на этом автомобиле, и это все-таки шумоизоляция. Но дело это поправимое, поэтому, в принципе, если вложить денег, то будет отлично, достойно. Ну и динамика, конечно, 2.4. Кузов все-таки тяжеловатый. 18-е колеса, опять же, на 3-х литров он все-таки будет повеселее. Ну и по крену, все-таки на таких резких поворотах, где-то на большой скорости, чувствуется, что нужно временами притормаживать, потому что кузов все-таки высокий, и поэтому машина кренится. Разгон до сотни на Tiptronic. Поехали. Поехали. Продолжение следует. Простение следует. Отец. Звuce его этаж. А trước лес. Поехали. Прnaj victimwar aconteceu по 15 Theatre. Поехали у 열� claret. Хитлопатрол проведяо. Hartфай-рогерем. Митрий. С Hola. Продолжение следует... Продолжение следует...